Восьмая лекция Восьмая лекция Восьмая лекция Восьмая лекция Восьмая лекция в принципе хотели бы либо с одной стороны сохранить структуру это может быть первая ваша цель то есть увидеть что у вас как буква с другой стороны вы могли бы хотеть ее распрямить и чтобы у вас новое одномерное пространство было бы устроено от чего нам может быть нужно общая снижение размерности так да можно перевести там двумерных трехмерная по факту да да ну да собственно действительно три пункта вынес что во-первых если у нас есть многомерные данные мы хотим как-нибудь визуализировать и усмотреть глазами на структуру второго не содержится мы можем снизить размер до двумерного пространства или трехмерного и спокойно отобразить во вторых можем уменьшить затраты например если вы снимаете какой-нибудь там full hd видео то вы можете уважать до меньшего числа до пространства меньшей размерности скорее всего вы сможете большее количество сэмплов сохранить все на диске ну и в третьих мы еще можем снизить уровень шума в данных представьте что у вас данные расположены вдоль такой кривой но при этом они отображены каким-то шумом но при этом видно что на самом деле данные то лежат в одномерном многообразии если мы снизим размер до единицы вдоль этой кривой то мы избавимся от этого шума собственно мы посмотрим как работать с этими всеми тремя пунктами ну давай сначала несколько примеров посмотрим вот у нас есть данные которые расположены на сфере у нас есть несколько способов как можем свести вот такое трехмерное пространство двумерному ну сам простой способ давайте возьмем киньи две оси и спроекцируем них получим какую-то кашу согласны какая проблема это каша почему это плохое преобразование да ну по факту да у вас даже будет никто . которые на противоположных концах сферы противоположных концах диаметра и они там в одну точку склеится другой стороны можем ввести такую периметризацию что у нас будет ширина широта долгота и опять же это будет двумерная пространство но мы сохраним всю локальность то у нас было ну возможно исключение кого-то разреза еще несколько примеров вот у вас есть опять же данные распределенные вокруг такой s-образной кривой мы можем их растянуть до плоскости может быть такой ролл опять же можно растянуть может быть какая-нибудь такая чашка ее можно спортировать на двумерную плоскость растянув и это будет выходить наружу а центр останется внутри собственно есть два подхода снижение размерности которые я люблю уделять это либо мы хотим сохранить расстояние либо мы хотим добиться хорошей точности восстановления значит что это такое сохраняя расстояние у вас есть в исходном пространстве китер сайма же точками мы хотим преобразовать исходное просто новое чтобы расстояние в исходном пространстве соответствовать расстояние в новом пространстве в принципе это как раз сохранить структуру которого есть но этом основано несколько принцип несколько методов сам основной это многомерное шкалирование multi-dimensional отскейлинг. Например, вы можете взять в качестве этого расстояния эвклидовое расстояние и просто оптимизировать эту функциональную прямую. Либо вы можете взять топологическое расстояние. Что это такое? Вот давайте вернемся к нашей картинке с буквой s. У вас есть две точки. Где-то вот здесь вот на синей части кривой и точка на красной части кривой. Как вымерить между ними расстояние? Если мы возьмем эвклидовое расстояние, то это будет вот так. Наименьшее тревое расстояние? Ну да. Действительно, мы хотим мерить расстояние не эвклидовое, а такое, которое бы ушло вдоль нашего многообразия. Что мы можем сделать? Мы можем построить граф ближайших соседей. Мы берем одну точку и соединяем ее с первыми пятью ближайшими соседями. Расстояние, соответственно, это эвклидовое расстояние. И расстояние между междуными точками будет посчитываться как кратчайшее расстояние в графе. На этом методе основан изомап. Он есть в ускалерне, довольно-таки хорошо работает в многих случаях. Это первый подход. Второй подход — это точность восстановления. Его идея тоже довольно-таки интересная. У нас есть данные в исходном пространстве. Мы хотим отобразить его в новое пространство таким образом, чтобы мы могли восстановить из пространства меньшей размерности точки в исходном пространстве. То есть по факту мы берем исходные данные, сжимаем их, потом пытаемся разжать. Если нам это удается, то мы говорим, что мы довольно-таки хорошо смогли представить данные в пространстве более низкой размерности. Это отображено на диаграмме. У нас есть исходные данные. Часть, которая сжимает, мы будем называть энкодером, а то, что мы получаем на выходе кодом, и часть, которая как бы разжимает, будем называть декодером. В качестве лоса можно выбрать довольно-таки много разных метрик, но почти всегда сегодня мы будем считать, что это MSE по всем точкам выборки, разности между исходным представлением и восстановленным. И сейчас, вот за оставшуюся часть лекции, мы посмотрим три метода, которые основаны на этой идее. Это автокодировщики, самоорганизующиеся карты Коханина и метод главных компонентов. Ну, начнем мы, собственно, с метод главных компонентов. Что это такое? Пусть у нас есть данные в многомерном пространстве, распределенные вдоль там какой-нибудь… Вот так расположены у нас данные, и мы хотим найти такую гиперплоскость. Размерность мы можем контролировать, в зависимости от того, до какой размерности мы хотим сжать пространство. Что она хорошо описывала наши данные. То есть, здесь, например, хочется сказать, что если мы хотели бы спроецировать на одномерную плоскость, то вот эта была бы оптимальная, а вторая была бы какой-нибудь такой. Давайте более формально это опишем. Мы хотим найти такую гиперплоскость, чтобы после того, как мы спроецировали на нее точки, ошибка в установлении была бы минимальная. То есть, по факту, в данном случае, это значит, что сумма квадратов проекций вот этих, после того, как мы спроецировали на гиперплоскость, была бы минимальная. Вот наша задача. Ну, давайте попробуем решить. Собственно, решение довольно-таки делается напрямую. Во-первых, надо перейти к задаче минимизации погрешности и к задаче максимизации проекции. Как это можно сделать? Ну, мы знаем все теоремы Пифагора. У нас длина вектора исходного равна длине проекции плюс длине... Давайте картинку нарисуем. Вот у нас есть х, h, p. И, соответственно, у нас квадрат ха равен квадрату h плюс квадрату p. И если мы будем минимизировать h, что мы получим? У нас х постоянный. Значит, если мы максимизируем h, то это эквивалент на у, что мы минимизируем... Если мы минимизируем h, то это эквивалент на у, что мы максимизируем p. Согласны? Сейчас будет много чего вводить, поэтому очень хочется, чтобы никто не отпал на первом. То есть разница получится минус 2 месяца за минимумом, получится максимум. Да, отлично. Соответственно, мы перешли к эквивалентной задаче. Мы максимизируем сумму квадратов p. Давайте строить компоненты этой гиперплоскости поочередно. То есть сначала мы построим одномерную плоскость, потом двумерную, трехмерную и так далее. Будем наращивать компоненты, пока не дойдем до нужной размерности. Собственно, для этого мы можем воспользоваться жадным алгоритмом построения. А именно на каждой итерации решать вот такую задачу оптимизации. Значит, что это такое? Мы максимизируем p для новой компоненты. При этом мы введем ограничение, что мы строим ортономированный базис с этой гиперплоскостью. То есть это значит, что новый вектор, который мы найдем, новое направление, у него должна быть единичная норма. Она должна быть ортогональна всем предыдущим векторам, которые мы построили. Давайте попробуем решить эту задачу. Построим для одной компонента, для двух компонентов, а для большей числа компонентов делаем все по аналогии. Значит, что у нас будет для одной компонента? Норма х в первое в квадрате, и надо максимизировать по v1. Во-вторых, норма v1 должна быть равна единице. Ну, у нас других компонентов нет, поэтому третьего слоя пока не будет. Как мы решаем такие задачи? Ну, это ответ. Ну, окей, но надо все-таки как-то к нему прийти, не зная ответа. Так, что такое лагранжан? Ну, мы составляем какую-то функцию. Так, первое в квадрате. Откуда вообще берется эта функция? Ну, это если мы хотим минимизировать функцию в трех условиях, то за теми на датчика можно просто найти особые точки в окружении. Да, но вопрос у нас, откуда лагранжан берется. Ну, давайте рассмотрим не теоремку на Тайкер, а все-таки только условия вида равенства, и докажем, вообще посмотрим, откуда берется лагранжан. Ну, давайте посмотрим такую задачу оптимизации, чтобы сейчас не переписывать постоянно такие формулы. f от x на минимум, g от x равен 0. Ну, понятно, что эта задача становится к этой. Давайте мы нарисуем вот эту область, g от x равен 0. Допустим, у нас вдоль вот такой кривой, g от x равен 0. И точка оптимума, если мы решим задачу оптимизации, будет где-то здесь. x оптимальная. Куда будет направлен градиент функции f в этой точке? Перпендикулярно чему? Почему? Да, то есть если бы градиент был направлен куда-то сюда, то могли бы сдвинуться немножко вдоль этой кривой и еще уменьшить нашу функцию. Согласны? Окей. А куда направлен градиент g? g. 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 Он может быть направлен сюда. Почему? Потому что она не меняется. Да. Значит, единственное, куда он может направлено быть, это либо сюда, либо сюда. Ну, давайте считать, что сюда, но он может в любую сторону быть направлен. Градиент g. То есть что мы видим? У нас градиент f и градиент g, они коллинеарны. То есть фактически можем записать, что градиент f в точке оптимума должен быть равен лямбда умноженной на градиент g в той же точке. Собственно, вот это мы сейчас и получим, когда продифференцируем функцию Лагранжа. Если мы, ну как оптимизируют, мы берем функцию Лагранжа, приравним ее градиент по v и по лямбда к нулю. Если мы дифференцируем по лямбда, то, понятное дело, мы получаем условия. Если мы дифференцируем по v, то вот, собственно, мы сейчас и получим. Градиент x плюс лямбда градиент g. Согласно? Вот как бы вот отсюда берется метод множества Лагранжа. Так, окей. Давайте вернемся к нашей задаче. Так. Окей, эту штуку надо продифференцировать. Значит, давайте начнем дифференцировать. Градиент по v будет равен чему? Рассказывайте. Как продифференцировать эту штуку? Ну, во-первых, мы можем расписать, как v первая транспонированная x транспонированная x в. Ну, там можно продифференцировать, как произведение. мы получим тогда 2 x транспонированная x в первую. Согласны же? Ну, то есть, смотрите, мы сначала продифференцироваем так, потом вот так. Получим 2 знаковых слагаемых. Ну, сейчас, если мы, например, дифференцируем по v1, транспонирование у нас останется только x транспонированная x в v1. Так, а как продифференцировать второе слагаемое? Плюс 2 ламда v1. Так? И чему он должен быть равен нулю? Да, нулю. Окей, значит, давайте сократим на двойку и вынесем v1. Получим x транспонированная x плюс лямбда i v1 равно нулю. Ну ладно, наверное, это не самая удобная запись, чтобы увидеть результат. Давайте все-таки напишем так. x транспонированная x в 1 равно минус лямбда v1. То есть, по факту, это значит, что v1 должен быть собственным вектором матрицей x транспонированная x. Окей. Помогло нам это решить задачу? Частично. То есть, ответа мы пока не знаем, потому что, собственно, векторов здесь может быть довольно-таки много. Надо понять, какой нас интересует. Но давайте посмотрим. Если мы уже знаем, чему равно, что v1 — это собственный вектор, давайте поставим его в функционал. Собственно, x v1 в квадрате — это, опять же, v1 транспонированная x транспонированная x, v1. Дальше. Вот эта штука — это лямбда v1. Вот эта штука — минус лямбда v1. И там получаем минус лямбда на норму v1 в квадрате. Это равна единице. Окей? Ну, соответственно, мы хотим это максимизировать. Вот эта равна единица. По v1. И, значит, надо найти собственный вектор, который отвечает наибольшему собственному значению. Согласны? Вот у нас v1 отвечает это собственный вектор с собственным значением минус лямбда. Вот он как раз. Мы его максимизируем. Окей. Это первый компонент. Давайте пробуем найти вторую компоненту. Что изменится у нас в задаче оптимизации? Да. То есть, вообще, давайте проиллюстрируем, что мы сделали. По факту, матрица x-транспонированная x, это что-то тип матрицской вариации. Она показывает, как у вас точки скрелированы. И главное собственное значение как раз будет отвечать главной оси этого эллипса. То есть, в качестве первого компонента мы выбираем вот эту. Кстати, кто видит ошибку в этой картинке? Ну, по факту, мы искали гиперплоскость, поэтому в каком-то плане заранее надо было сдвинуть точки в 0,0 и уже для этого делать мер главный компонент. Отсюда, ну, здесь, скорее всего, такое же получится решение, но это уже совпадение скорее. Ну, то есть, мы могли вот сюда перенести и та главная оси была пока не такая. Ну, это не то, что мы хотим. Окей. Ну, в эскалерне вроде автоматически вычитают среднее, поэтому в этом плане вы, скорее всего, не набагаете. Так. Окей. в второе, в второе, опять же, в второе, в первое на в второе равно нулю. Ну, окей. Давайте напишем, опять же, лагранжиан. У нас теперь будет два множителя, лямбда и мю. Лямбда будет отвечать первому, условия мю второму. Ну, опять же, икс в второе в квадрате плюс лямбда в два квадрате минус один и плюс мю в один в два. Окей. Давайте продифференцируем по иксу, по лямбда и по мю. Ну, если мы продифференцируем по лямбда и по мю, понятно, что мы получим, опять же, условия. Что мы получим по иксу? Вот этот слогай мы уже дифференцировали. Икс транспонированный, икс в два. Здесь мы получим два лямбда в два. Что мы получим здесь? По иксу. Мю в этот какое? Да. Да. Окей, сейчас. В два, да? Вот так. Вот так. По в два, да. И в один. То есть мы оптимизируем в два, поэтому по нему дифференцируем. В один тут не имеет смысла дифференцировать. Окей. Это должно быть равно нулю. Выглядит довольно-таки сложно. Но давайте попробуем домножить слева это выражение на в один транспонированное. кто видит, что мы тогда получим. Здесь будет v1 x транспонированный x. Мы знаем, что v1 это собственное значение в транспонированное x. получим там лямбда первая v1 v2 они сократятся так, как скалярное произведение 0. Здесь опять же получится v1 v2 скалярное произведение 0. Останется мю v1 транспонированное v1 в норму v1 это что у нас? Единица. И там будет, что мю равно 0. Давайте это аккуратно напишем. 2 v1 транспонированное x транспонированное x v2 плюс 2 лямбда v1 v2 плюс мю v1 в квадрате равно 0. вот это равно лямбда 1 v1 это равно лямбда 1 скалярное произведение v1 v2 равно 0. Это равно 0. Это равно 1. И как раз осталось 0 плюс 0 плюс мю равно 0. Окей. Но если мю равно 0, то вот это слагаемого по факту нет. и у нас осталась такая же задача системизации, как была раньше. То есть фактически надо опять же взять собственное значение и собственный вектор, причем такие, что собственное значение будет максимальным. Что-то не то, да? Получим опять ту же компоненту. Да. Тут очень интересно получается. Мы знаем, что собственные векторы, отвечающие разным собственным значениям, они ортогональны. И по факту нам надо взять второе по величине собственное значение. Если там было несколько одинаковых, то надо взять ортогональное в этом же собственном подпространстве. Окей, отлично. Вот как так мы можем построить компоненты. Вторая компонента здесь будет отвечать как раз вот этому направлению. После того, как мы построили все компоненты, и по аналогии окажется, что каждый следующий компонент это собственный вектор, отвечающий все меньшему и меньшему собственному значению. мы построим подпространство. Дальше можно доказать, что если мы так жадно строим подпространство, то получим оптимальное строение. То есть либо мы могли решать сразу же оптимизационную задачу сумма всех P-шек или там на максимум или сумма всех H-шек на минимум, либо можем решать итерационно на каждом шаге получая новый главный компонент. Решение будет эквивалентным. Ну давайте не будем что-то делать. Окей. Можно увидеть связь метода главных компонент с сингулярным разложением. Но у вас было в прошлом семестре, насколько я помню. Окей. Значит, что такое сингулярное разложение? Любую матрицу, не обязательно квадратную, она может прямоугольной, вообще любой, можно разложить в произведение трех матриц. У, сигма, В транспонированные, где У и В от ортогональной матрицы, то есть У на У транспонированная единичная матрица и диагональную сигму. Как это строится на практике? На практике можно доказать, что У это будут собственные вектора матрицы и х, экспонированная, а В будут собственные вектора матрицы и х, экспонированная и х. То есть по факту это то, что нам нужно. Нам нужны собственные вектора матрицы и х, экспонированная и х, так как это как раз решение задачи оптимизации в методах главных компонентов. У нас v — это главные компоненты. Для того чтобы спроецировать в пространство меньший размер, надо каждый вектор перевести согласно этому базису, который мы построили. Для этого надо просто заменить x на v. И если мы посмотрим внимательно эту формулу, то получим, что это равно u на σ. То есть по факту у меня главный компонент делается очень просто. В escalerне, даже если бы у вас не было escalerна, а было какой-нибудь NumPy, вы делаете svd, берете последнюю компоненту и умножаете на x. Либо просто берете первые две компоненты и их умножаете. Это быстрее будет. Еще одна иллюстрация. У нас была вот такая матрица. Матрица U имеет размерность количества данных на количество данных. Довольно-таки большая матрица. Ее довольно-таки редко можно сохранить. Матрица S прямоугольная. И у нее на диагонали стоят значения, которые мы называем сингулярными числами. И будем считать, что они упорядочены в порядке убывания. И, наконец, матрица V — это базис. Значит, есть несколько теорем, связанных с svd, которые довольно-таки важны и объясняют, почему они довольно-таки часто применяются. Во-первых, если вы хотите посчитать норму матрицы X, то есть сумму всех квадратных элементов и корень из этого, то достаточно просто просуммировать сингулярные числа. Более того, если вы хотите приблизить матрицу X с какой-то другой матрицей более низкого ранга, то можно сказать, что оптимальное приближение будет эквивалентно тому, что мы занулим все сингулярные числа, кроме r наибольших. То есть что это значит? Если мы возьмем вот такое разложение, отсечем какое-то количество векторов, то мы сможем отбросить вот эту часть, вот эту часть и вот эту часть. Мы перейдем к низкоранговому приближению. И это как раз будет эквивалентно выбору главных компонентов. Окей. Опять же, мы знаем, что норма Робениса может быть вычислена как сумма сингулярных чисел. Значит, ошибка, которую мы получаем при переходе к главным компонентам, будет равна как раз сумме тех сингулярных чисел, которые мы занулили. То есть как раз это будет сумма от r, где r от количества компонентов до большого размера исходного пространства. И это можно использовать как критерий выбора количества главных компонентов. То есть вы смотрите на ошибку и по ней уже можете сделать какой-нибудь вывод. Ну, первый метод, который можно использовать, это вот столько. Главных компонентов нужно. То есть у вас первые компоненты довольно-таки важны для приближения исходной матрицы. То есть если вы их уберете, вы потеряете довольно-таки много информации. Поэтому их стоит взять. А следующий уже, скорее всего, отвечает за шум. Ну, это такое правило. На практике иногда полезно, но можно, наверное, более умно использовать его. Например, можем пронормировать этот функционал на исходную норму и посчитать фактически, что это будет. Что это будет с функционалом? Ну, какой-то процент информации. Да. Доля объясненной дисперсии, что-то типа того. Что это сказать? Доля объясненной дисперсии. Ну, по факту, смотрите. Если вы спрециируете сюда, вы как бы объясните вот этот разброс, а вот про вот это вы ничего не будете знать. Ну да. Если у вас относительная норма будет больше 95%, то отлично. Давайте брать такое количество компонентов. То есть, по факту, здесь есть какой-то порог, который вы тоже можете подобрать. Если вы возьмете это равно единице, то вы возьмете все компоненты. Если вы возьмете это равно нулю, то вы возьмете не одной компоненты. А дальше вы уже подбираете под свою задачу. Ну, опять же, пример. Вот у вас есть данные, которые распределены вдоль какого-то такого эллипса. При помощи метода главных компонентов вы переходите в какое-то такое пространство. В нем, если вы выберете одну компоненту, вы сможете избавиться от шума, например. Тут есть одна опасность. И как ни странно, я не уснулся неделю назад в очередной раз. Какая? Представьте, что это у вас какие-то признаки. Вы хотите взять ваши признаки, которые выпадают в нейронную сеть, прогнать через ПЦА, отобрать главные компоненты. Ну, все главные. Ну, то есть все. Не, ну, например. Да. Возможно, у вас есть компоненты с маленькой дисперсией. Это не означает, что она плохая. Да. По факту просто у вас может быть такой скейлинг какого-то признака. Ну, признак распределен с очень маленькой дисперсией. Понятное дело, что вы его откинете после ПЦА. Не надо так делать. Надо применять ПЦА более умно. Вот. Окей. Забавное применение ПЦА. Давайте возьмем датасет с лицами. Здесь есть куча лиц. И попробуем выделить главный компонент. Фактически это будут такие собственные лица. Собственные вектора, отвечающие как бы лицам. Вот они выглядят так. Значит, чего интересно в этих картинках? Почти каждое лицо из кода датасета можно представить как взвешенную комбинацию вот этих лиц. То есть, по факту для того, чтобы описать ваше лицо достаточно небольшого числа координат. Вы можете представить, сколько здесь? 24, да? В виде 24 чисел. Вы можете представить почти любое лицо. С небольшой ошибкой. И мы это попробуем сделать на семинаре. Посмотрим, какие компоненты возникают. И как они кластеризуются. Окей. Ну, линейный менд – это, конечно, хорошо. Но данные, как правило, расположены все-таки не вдоль прямой, а вдоль кого-нибудь довольно-таки стрёмного многообразия. У нас есть метод ПЦА. Почему бы не применить его для задачи нелинейного снижения размерности? Ну, как мы можем это сделать? Мы можем ввести ядра. Вот у вас был кернелл СВМ в прошлом семестре. Мы сейчас по аналогии модифицируем метод главных компонентов так, чтобы он использовал ядра. Значит, опять же, в чем идея ядер? Вы хотите перейти в какое-то новое пространство, в котором вы сможете сделать как бы линейное ПЦА. Это пространство называется как раз спрямляющим. Если у вас данные были распределены вдоль какого-то такого многообразия, возможно, вы сможете подобрать такое преобразование, чтобы новые данные были распределены вдоль прямой. Для этого часто используются ядра. Допустим, вот это преобразование перехода в новое пространство обозначено φ. Тогда скалярное преобразование в этом пространстве мы можем обозначить как функцию k от x, y. И эта штука довольно-таки важна. Почему? Если вы переходите в новое пространство, это пространство может быть довольно-таки высокой размерностью. Например, если вы используете полиномиальное ядро, обозначаясь так. Давайте сначала посмотрим примеры ядер. k от x, y равно x, y — это фактически линейное ядро, и оно соответствует переходу в то же самое пространство. Вы можете использовать полиномиальное ядро, тогда, если я не ошибаюсь, мы перейдем в пространство, которое компоненты будут соответствовать степеням компонент исходного вектора. То есть там x, x квадрат, x куб и так далее. То есть это пространство довольно-таки высокой размерности, если d велико. Но более того, если мы используем гауссовое ядро, это соответствует переходу в бесконечно мерное пространство. И довольно-таки часто мы не можем перейти в бесконечно мерное пространство. И если мы будем использовать ядра, то мы сможем работать с другим пространством, с бесконечно мерным пространством не напрямую, а только через скалярное произведение. Понятная идея? То есть мы не хотим переходить в сформляющее пространство, так оно может быть пространством довольно-таки высокой размерности. Вместо этого мы попробуем выразить все операции через скалярное произведение. Ну, благо нам в ПЦА нужно только работать в матрице x-транспланированную x, которая как раз в матрице скалярных произведений. И мы ее можем вычтеть при помощи ядра напрямую. Давайте какую-нибудь простую задачку на ядре решим. Ну, допустим, у нас есть метод ближайших соседей. Довольно-таки простой метод. Мы хотим сделать ядерный метод ближайших соседей. Для этого нам что надо сделать? Надо научиться считать расстояние. Причем расстояние считать не в исходном пространстве, а в спрямляющем. Как мы можем это сделать? У нас есть только ядро. Мы знаем, что расстояние — это корень квадрата. Да. Мы исходим на взведение. Чего? На что? x-y на x-y, да? Вот. И все. И вы можете получить kernel KNN. И так довольно-таки много методов, но можно обобщить на или иной случай. Окей. Давайте посмотрим, как работает метод главный компонент с ядрами. Вот у вас есть исходные данные. Если вы примените обычный пацан, вы спорицируете на какую-нибудь такую ось, на такую ось и потеряете всю информацию, которая у вас была. Однако, если вы примените какое-нибудь полиномиальное ядро или гауссовое ядро, то он как раз растянет вашу выборку, и вы получите две компоненты. Одна соответствующая как бы чему-то. Первый компонент будет как раз соответствовать радиусу, а вторая будет соответствовать оставшимся шуму. Скорее всего, это будет движение вдоль кривой. Окей. Ну и то же самое получится для гауссовского ядра. Так, есть вопросы по ПЦА? А как эта картинка построена для гауссовских? Ну это главный компонент. Нет, сейчас. Мы не переходим в новое пространство. Смотрите, что мы делаем. Переходим в новое пространство, в нем делаем ПЦА и выбираем главные компоненты. И вдоль этих главных компонентов можем в исходную пространство построить отображение. Окей? Вот. Как примерно выбирать? То есть... Да, это хороший вопрос. На него никто не знает ответ. Опытным путем. Причем не знаю ответ даже такого уровня, что человек, который придумал там ядерные методы, он... И когда его спросили, как выбирать ядро, он сказал, что он тоже не знает. Окей. Сказал. Сказал, типа, сами выбирайте, я тоже выбирал. Ладно. Вот мы сейчас говорили о ПЦА, и вроде бы никакого отношения они к нейросеям не имеют. Да? Ну, доказывается, можно доказать, что если возьмете такую нейросеть... Так, давайте... Другим цветом. У вас есть X. Размерность D. Вы его при помощи линейного слоя переводите в пространство размерности D. D малая. То есть сжимаете. Потом вы используете еще один линейный слой, который делает обратное преобразование, ну и получили какой-то там X-словной. И вы это оптимизируете при помощи среднеквадратичной ошибки. То есть давайте это нарисуем. Мы снизили размерность, повысили размерность. Все. Вот такая архитектура называется автокодировщиком. Заметьте, что здесь, когда мы... Вот эта архитектура, она эквивалентна ПЦА. Вот здесь нет нелинейности. И вот интересно проверить, что будет, если мы будем обучать ПЦА, то есть прям аналитически строить каждый раз главную компоненту. И если мы будем обучать автокодировщик при помощи газетного спуска. Как раз на семинаре мы попробуем сравнить автокодировщик без нелинейности и ПЦА. Посмотрим, что лучше работает. Ну, собственно, это узнаем на семинаре. Давайте пока поговорим чуть подробнее об автокодировщиках. Ну так, я уже сказал, архитектура примерно такая. Мы сначала при помощи нескольких слоев сжимаем наши данные до какого-нибудь низкоразмерного представления. И потом его растягиваем до исходного представления. И дальше используем coin-loss. Если вы работаете с бинарными векторами, вы можете negative log-like их использовать по компоненту. Если вы используете там... Вщественные данные вы можете использовать MSE. Тут, опять же, на вашей совести, как мерить ошибку и восстановление. То есть, опять же, вот это подход второй. Мы говорили о двух подходах. Сохранение расстояния и точности реконструкции. Вот здесь мы как раз хотим натренировать нейронную сеть таким образом, чтобы точность реконструкции была бы максимальной. Как вообще можно добиться такой архитектуры? Для полносвязанных сеток это довольно-таки просто. У вас просто линии слои, которые либо размер выхода меньше, либо размер выхода больше. Для следующих слоев все не так тривиально. Но вы можете делать либо пулинг с антпулингом. Так, пулинг с антпулингом. Окей, давайте еще раз. Пулинг, у вас есть изображение, и вы хотите сжать размеры. То есть, вы берете и бьете его на квадратик какого-то постоянного размера, и в каждом квадратике берете, например, максимум. При антпулинге вы делаете как бы обратно. Ну, еще это можно, может такого же эффекта добиться при помощи свертки со страйдом. То есть, у вас свертка обычно идет шагом один. Вот этот шаг или страйд, его можно сделать просто больше, чем в единице. Тогда вы будете как бы пропускать некоторые регионы, и в итоге вы получите изображение меньшей размерности. И тогда обращать можно при помощи развертки, как мы делали это на семинаре по свершим сетям. Окей? Как мы раньше делаем максимум? Ну, как можно максимум, ну, восстановить четыре слабора на максимум? Ну, вот насчет запоминаем здесь, наверное, не совсем верно. Потому что все-таки мы хотим уметь из вот этого вектора устанавливать исходное изображение. И вот в этом векторе необязательно содержится информация о том, какие регионы были выбраны при пулинге. Ну, можно просто запомнить всю эту ячейку одним числом, которое мы выбрали в качестве максимума. Обычно в практике используют именно deconvolution для этих целей. Помните, что такое deconvolution? Вы… Не, ну там если страйк, конечно, был по размеру, то там не помню. Ну, типа квадратик не пересекает здесь. Нет, квадратик у вас… Нет, сейчас. Если вы делаете свертку со страйдом, тоже, опять же, будет считать, что… Если свертка была, то там не помню. Ну… В каком-то плане, да. Окей. Вот эта штука, слой, на котором достигается минимальная размерность, будем называть bottleneck, типа бутылочное горлышко. И идея, опять же, мы хотим сжать до минимального пространства, как бы до вот этого бутылочного горлышка, пропустить через него информацию. И эта информация должна быть самой ценной, как бы, самой сжатой. Она должна содержать как можно больше информации об исходных данных. Это встречается с тем, что мы из этого маленького пространства пытаемся восстановить исходное. А то есть мы как отлучаем, что автоматически получается PCA, то есть она отсеивает и нужна эта компания? Ну, это не обязательно будет PCA. PCA будет, если будет здесь просто два или иных слоя, но мы можем использовать любую архитектуру, у которой есть какой-то такой вот bottleneck. То есть какой-то слой, на котором размерность меньше исходной. И назвать это нашим представлением в пространстве меньшей размерности. Значит, эта штука довольно-таки важна. в нейросетях. Вот из-за чего. Мы ее можем обучать, не имея размеченную выборку. Очень часто у вас есть довольно-таки много неразмеченной выборки. Например, вы решаете задачу классификации. Там на 1000 классов тот же ImageNet. Но при этом у вас есть весь интернет, где есть куча картинок разных, у которых нет этих меток. Вы можете предобучить автокодировщик на неразмеченной выборке, которых у вас очень много. Потом выкинуть декодер и повесить сюда классификатор. И уже классификатор добычить на размеченной выборке. То есть Фактор дает вам возможность использовать как неразмеченную выборку, так и размеченную. В частности, мы когда-то участвовали в соревновании Data Science Game. И там на отборчном этапе была задача, где надо было классифицировать фотографии крыш. Надо было сказать, какая там ориентация. Там с севера на юг, с запада на восток, плоская крыша или другой тип крыш. И там была довольно-таки маленькая обучающая выборка, типа 1000 картинок и плюс 100 тысяч неразмеченных картинок. Но как раз там можно было использовать автокодер и потом на автокодном слое уже дообучать на размеченной выборке. А не похоже, что это получается на пластеризацию? Почему? Ну, то есть мы сначала взяли размер размеченной, типа как-то обучили, а разбили на 1000 классов, например, да? Ну, мы не знаем, что на 1000 классов разбили. Ну, сколько это нужно выставлять? Что? Ну, вот сколько это мы выставляли? А, ну, в смысле размер bottleneck, да, мы сколько-то выбрали. Там будет как-то устроено пространство. Но мы не знаем, как оно устроено. Мы не знаем, сколько классов есть. Ну, количество классов мы знаем, но в смысле никто не гарантирует, что это будет отвечать за классы. Чтобы что-то похожее обеспечить, мы сейчас как раз поговорим о разреженных автокодерах. Они помогают это делать. И... Сразу нельзя обучать. С чего мы про это? Еще раз. Почему нельзя? Что сразу обучать? Ну, сразу. Сематом, да. У тебя просто будет быстрее работать. Ну, потому что там нету меньшей размерности. Нет, у нас задача просто... Сейчас текущая задача, у нас снизить размерность. Ну, смотрите, если мы не будем снижать размерность, у вас ничего не выучится. У вас просто торжественное преобразование будет на каждом слое. Ну, поэтому мы хотим все-таки... чтобы здесь что-то полезное выучило. Хорошо, давайте продолжим. Окей. Есть несколько модификаций автоэнкодеров, о которых я хочу рассказать, потому что они реально полезны и довольно часто используются на практике. И первый из них — это динозник автоэнкодер. В чем идея? У нас есть данные, и данные довольно часто шумные. Например, у вас там может быть немножко другое свечение, может быть просто гауссовский шум. Вы хотите, чтобы у вас эмбеддинги были бы в каком-то плане одинаковые, вне зависимости от того, какой шум вы добавляете. Поэтому давайте обучать автоэнкодер таким образом. Мы на вход подаем шумный вектор, а восстановить пытаемся незашумленный вектор. Это такой способ как бы регуляризации, который обеспечивает устойчивость нейростика к небольшим шумам. Понятная идея? Ну, идея понятна реализовывать. Вот, как реализовывать? Смотрите, ну так же. У вас есть входной вектор, там x, выходной вектор, тоже x, но как в другой переменной хранится, ну в другом тензоре хранится, ну чисто если мы говорим о реализации на ПТРЧ. И просто как су вы прибавляете коиншун, например, гаусский, там с нулевым средним и единичной дисперсией. И пропускаете это через нейросеть, и дальше вычисляете MSE. То есть сама вот эта регуляризация, денозинг-регуляризация, она как бы в каком-то плане бесплатная. А мне надо ничего переписывать, а мне надо только зашумлять входные вектора. То есть это модификация даталоудера, а не нейросети. Хорошо. Если посмотреть на признаки, которые выучиваются денозинг автоэнкодером, они получаются более робастными. Вот как так выглядели признаки, которые выделяются обычным автоэнкодером, справа вот видите какие-то более нормальные признаки выделяются, поскольку мы добавили денозинг-часть. Следующая модификация — это sparse автоэнкодер. Мы хотим, чтобы на латентном слое нейроны активировались в среднем редко. Во-первых, это в каком-то плане регуляризация, и это позволит вам использовать более широкий латентный слой. Потому что если бы вы его использовали без раздержанной регуляризации больше, чем исходной, то это довольно-таки странная задача. Тут есть ривиальное решение — просто identity mapping. А вот регуляризация раздержанности не позволит это сделать. Во-вторых, в каком-то плане это обеспечивает то, что у вас латентные вектора, которые выучиваются, они в плане бинарные. То есть у вас очень часто компоненты эмбендинга неактивны, но изредка они становятся активными, и как бы получаются бинарные вектора активные и неактивные. А, да, латентные вектора. Латентный — это синоним скрытого. Как раз у вас есть энкодер, вот эта часть, кодирующая часть, который генерит по данным скрытый вектор или латентный вектор, или эмбендинг еще его называют, еще можно называть вектором представления. Из него потом декодер устанавливает исходные данные. Окей? Вот куча синонимов для вот этого вектора. Атентный скрытый эмбендинг представления. Понятно, что вообще представление? Как вы находите скрытое представление условных данных? Можно вопросов, да? На месте этого красного слоя может быть очень много слоев. Ну вот, когда вы показывали, у нас более десантливую презентацию, у нас очень много слоев было в скрытых. И я правильно понимаю, что на месте красного может быть как раз и стоят вот эти все слои? Нет, здесь у нас такой простой автинкодер, где у вас есть один слой линейный для сжатия, потом, возможно, это не линейный, а потом один слой для разжатия. Но в общем случае у вас архитектура автинкодера может быть почти любой. Обычно есть какие-то логические ограничения, чисто чтобы проще было их строить. Вы условно используете несколько линейных слоев, каждый раз уменьшая, например, в два раза размерность. Вот этот вектор говорит, что это ваш вектор представления, а декодер строится симметрично. Ну это как бы количество гиперпараметров уменьшает. Ну если вы говорите, что у вас декодер такой же, как энкодер, надо подбирать только архитектуру энкодера. Так, давайте как раз об этом поговорим. Значит, смотрите, как обеспечить спарсность на линейном слое. Вы хотите, чтобы у вас каждая компонента линейного слоя активирована в среднем редко. Для этого вы можете посчитать распределение активаций и сказать, что оно должно быть очень близко к тому, которое вы хотите. Ну давайте в простом случае у вас типа ноль неактивная, один активная. Допустим, вы хотите, чтобы у вас очень часто были неактивные и очень редко активные. Это мы обозначим за ро. Ро – это доля активных и, соответственно, один минус ро – это доля неактивных. Дальше мы можем посчитать, когда у нас на самом деле активация сейчас в нейроисте. Допустим, она будет какая-то такая. То есть у вас примерно в 50% случаев активации неактивные и примерно в таком же количестве случаев у вас нейроны активные. Тогда смотрите, вам нужно, чтобы ваш регулиризатор сказал, что надо чаще делать неактивные нейроны. Вы это можете обеспечить при помощи вот такого лоса, который в каком-то плане является метрикой между распределениями. Помните, что такое L-дивергенция? Отлично, да, давайте повторим. Нам это понадобится еще несколько лекций заодно. Смотрите, у вас есть два распределения, какое-то первое и какое-то второе. И надо померить между ними расстояние. Как это можно сделать? Ну, первое, что приходит в голову, давайте просуммируем вот эти разности. Это будет довольно-таки плохая метрика, потому что, например, если у вас есть раз распределение, два распределения, прям чуть-чуть сдвинутые, тут будет довольно-таки большое расстояние. Хотя хочется сказать, что тут просто немножко со средним ошиблись и вроде бы довольно-таки похожее распределение. Ну, довольно-таки популярной метрикой между распределениями является KL-дивергенция, которая учитается вот такой формуле. Это интеграл KL между P и Q будет равен интегралу P от X логарифм отношения плотностей двух распределений P к Q dx. Что про эту метрику можно сказать? Во-первых, она несимметрична. Во-вторых, можно доказать через неравенство Jensen то, что она не отрицательна и равна нулю тогда и только тогда, когда распределения почти всюду совпадают. То есть по факту это дает вам возможность сказать, что если вы минимизируете KL-дивергенцию, то есть она как бы ноль, то все, вы получили идеальное совпадение двух распределений. Так, у нее есть интересный информационный смысл, что если вы кодируете ваше распределение при помощи распределения Q, а настоящее распределение – это распределение P. А, давайте чуть-чуть попроще. Вот у вас есть задача. Вы хотите придумать, как кодировать цифры и алфавит. Вы хотите посчитать, сколько в третьем встречается каждая буква. И после этого сделал там, как называется, код Хаффмана. Код Хаффмана, да. Вот вы хотите построить код Хаффмана, для этого надо вычтеть честную вероятность того, что какая-то буква встретится. Если вы будете использовать вместо правильных распределений P неправильную Q, то вот код Хаффмана как раз покажет количество битов, сколько вы в среднем будете лишних битов использовать для кодирования информации. Примерно. Ну, для текущих целей нам важно знать только то, что есть какой-то лосс, минимизируя который вы сможете выровнять цифры распределения, обеспечивая спарсность ваших активаций. Ну, в частности, если мы нарисуем этот лосс, он будет выглядеть как-то так, и достигать минимума в точке, когда средняя активация как раз она той, которую мы хотим. Окей. Последняя штука про автоэнкодеры. Мне она очень нравится, но ее довольно-таки редко используют на практике. Просто, мне кажется, стоит знать, что она существует. Да, и один раз на меня заработала, очень помогла решить одну задачку на Kaggle. Значит, смотрите, у вас есть автоэнкодер. когда вы его обучаете, на лотенном слое у вас непонятно, что происходит. Там есть какая-то информация, которая может вам позволить восстановить исходные данные, но при этом никакой структуры там не обеспечивается. С другой стороны, когда вы делаете, там, если вы делаете PCA, если вы делаете многомерное шкалирование или ZAMAP, у вас в пространстве меньшей размерности сохраняется расстояние исходное. А давайте сделаем и то, и то. Давайте обучим автоэнкодер, то есть у которого на лотенном слое будет сохраняется расстояние между исходными пространствами, между исходными векторами. То есть у вас две задачи оптимизации. С одной стороны, вы должны минимизировать точность, минимизировать ошибку реконструкции. С другой стороны, вы должны сохранить расстояние. То есть вот расстояние между исходными векторами должно быть примерно таким же, как и расстояние между embedding. И оказывается, что эта штука довольно-таки хорошо работает для классификации на лотенном слое. Ну, действительно, у вас сохранились расстояния. Для некоторых задач это подходит. Окей, есть ли какие-нибудь вопросы по автоэнкодерам? В предыдущей слайде еще раз. Ладно, я все равно забыл вопрос. Ну, ладно. Сейчас. Ну, все-таки. Зачем нам выравнивать, чтобы распределение по идее по ИКУ, я так понимаю, совпадали? То есть в чем смысл этого? Когда мы крайне дивергенцию минимизируем, мы, по сути, добиваемся того, что по ИКУ определены пометры одинаковые. Зачем нам в скрытом слое это идет? В чем этот смысл? В скрытом слое мы хотим обеспечить разреженность. То, что у вас нейроны в среднем активируются редко. И как раз вы можете это обеспечить за счет выравнивания распределений. То, что у вас редко активируются нейроны, это как раз эквивалентно тому, что у вас там вероятность единички гораздо меньше невероятность нуля. То есть в первой среднем мы хотим, чтобы все нейроны активировались одинаково, правильно? Мы хотим, чтобы в среднем все нейроны активировались редко. Зачем нам тогда делать, чтобы они активировались? Тут есть несколько мотиваций. Во-первых, это хороший регуляризатор для того, чтобы можно было использовать латерный слой большей размерности. Во-вторых, это позволяет в каком-то плане сказать, что у вас эмбеддинги, которые будут выучиваться, они будут чем-то типа бинарных векторов, типа активные-неактивные. В-третьих, в каком-то плане, вот представьте, что вы сжимаете данные, в которых тысяча классов. И эмбеддинг у вас в размерности тысячи. И в среднем у вас они редко активируются. Возможно, как раз и будет что-то типа классов на эмбеддинге. Но не точно, да. Но очень хочется сказать, что будет что-то похожее. Хорошо? Окей. Значит, карта Кохани. Такой небольшой дисклеймер. Очень большая критика была, что непонятно, чем их рассказывают. Смотрите, на практике, если вы работаете там где-нибудь в мейле, например, эта штука довольно-таки редко используется. Но ребята, которые занимаются исследованиями в биологии, в химии, в физике, эта штука используют довольно-таки часто. То есть в решении задачи классификации или чего-то такого, для классификации, она не очень часто используется в программировании. В общем, эту штуку очень любят биологи. И в какой-то момент жизни вам придется столкнуться с биологом, и вы скажете ему, что вы тоже знаете карту Кохани. Ну вот, в каком-то плане мы сейчас очень быстро про нее поговорим, не будем подробно разбирать, как она работает. Просто посмотрим несколько картинок и посмотрим основные идеи. Окей? То есть, мне просто кажется, что реально стоит знать примерно, как они устроены. Чисто, чтобы даже разговор поддержать биологу. Я не смог биологу объяснить, что, смотрите, вот есть SME, есть там изомапы. Нет, нам нужны карты Кохани. Окей. Смотрите, в чем идея? Вы строите сетку и набрасываете ее на пространство данных. И вы хотите, чтобы узлы этой сетки в каком-то плане покрывали все это многообразие, которое у вас находится в данных. То есть, во-первых, мы хотим, чтобы для всех данных рядом был бы хоть какой-нибудь узел сетки. С другой стороны, мы хотим, чтобы вот эта сетка как бы нервалась. То есть, в пространстве, поскольку мы накинем ее, расстояние между узлами было бы не очень большим. Окей? Да? Сначала мы строим сетку. Просто берем N элементов в узлах. Да, к каждому узлу… Сначала давайте так, вот двумерную сетку такую построили. Ну, просто у вас есть какие-то элементы, узлы между ними связи. И каждой точке, каждому узлу соответствует вектор в пространстве данных. И наша задача, когда мы накидываем эту сетку, сделать так, чтобы вот эти вектора, которые соответствуют узлам, хорошо бы описали структуру данных. Давайте сразу же посмотрим видюшку. Значит, смотрите, вот у вас есть вот эта сетка, и у вас она постепенно натягивается на данные. Вот это было в двумерном случае, вот смотрите, в трехмерном, что происходит. Сетка постепенно аппроксимирует ваше распределение. Вот видите, довольно-таки сложно она может выучить представление. Сетка карта – это просто способ визуализации данных? Да. Ну ладно, давайте их не будем смотреть. Вот, это в двумерном случае. Вот у вас есть сетка, она постепенно… Да, значит, смотри, здесь что-то типа стахастического грезентного спуска используется. Очень отдаленно напоминаю. У вас вот эти точки, которые подсвечиваются, это на каждой трассе точка данных, которая выбрана. И у вас сетка постепенно смещается кто к одному, кто к другому, и постепенно если вы будете дергать во все стороны, то она как раз натянется на данные. Да, давайте посмотрим. Вот она постепенно растягивается. Ну и как раз в итоге мы получаем то, что хотели. А количество элементов в сетке, оно не фиксировано? Или оно изменяется в процессе включения? Фиксировано. То есть вы сначала комкаете и кидаете на данные, потом же, пока эта штука растянется. То есть мы сейчас увидим, как это примерно происходит в теории. Ладно. Фактически в итоге мы получаем просто какое-то отображение. У нас сначала одно отображение нашей сетки на данные. Мы просто меняем это отображение на каждой итерации и получаем какое-то другое отображение. Да. То есть, смотрите, если формально вы строите отображение из узлов сетки в пространство нашей размеры, в исходное пространство. И его как бы обучаете таким образом, чтобы у вас, вот эти точки бы хорошо аппроксимировали ваши данные и чтобы сетка не рвалась. То есть, как раз ты его обучаешь? Ну, вы его обучаете. Это как бы в комнате нейронная сеть, вот эту каждую штуку можно назвать нейроном, у которой веса — это как раз вот значение, которое соответствует каждому узлу. Да, вопрос, что делать для новых данных. Для новых данных вы можете найти ближайший нейрон и искать вот это отображение. То есть, в каком-то плане мы сейчас увидим, что эта работа примерно как автоэнкодер. Потом вы новые данные как бы сжимаете до сетки, то есть просто находя ближайший нейрон, а потом декодируете, ну, как бы просто переходя в соответствующий вектор, который находится в этом узле. Окей? То есть, мы двумерная сетка? Да, мы двумерной сеткой пытаемся покрыть наше многообразие. То есть, получается, что наиболее подходящий элемент он убор на сетки, да? То есть, по сути, мы берем и отбираем с новыми элементами, если учитываем данные, то есть для современных данных, если учитывать, как правильно? Да, сейчас вот так и получится. Так, смотрите, обучение будет происходить в три этапа. Мы выбираем на каждой итерации обучения какой-нибудь один вектор из наших данных. И применяем три операции. Соревнование, кооперация, адаптация. Если на пальцах. Во время соревнования, как бы, нейроны сражаются за право быть активированы. И у вас в итоге получится так, что активируется нейрон, который находится ближе всего к точке. Как бы он самый сейчас активный окажется, и он как бы победит. Здесь используется принцип, что побежает только один, и поэтому активируется только этот нейрон, все остальные у них активация будет ноль. На следующем этапе происходит кооперация. Это нейрон, который победил, он еще, как бы, активирует своих друзей. Ну, в плане сетки, он активирует своих соседей. Они становятся тоже активными. Но не полностью активными, а чуть менее активными. А потом активирует своих соседей еще с чуть меньшей силой. То есть нейрон победитель будет активен с наибольшей силой, и все остальные будут все меньше и меньше и меньше по мере удаления от этого нейрона. И дальше мы делаем адаптацию. Все активированные нейроны сдвигаются к точке с данными. Причем чем сильнее они активны, тем больше им разрешают двигаться. Например, тот нейрон, который победил, у него там активация единичка, и это позволит ему прямо сразу же встать в точку, соответствующую процемплированную точку. Другие сдвинутся чуть меньше, и там самые дальние почти не сдвинутся. Ну, да, я все, по-моему, уже рассказал. Значит, соревнования. Мы выбираем тот нейрон, который находится ближе всего к текущей точке. Это можно рассматривать как кодирование. Как раз вы кодируете ваше исходное пространство по помощи одного числа, это координаты на сетке. Дальше при кооперации активируется нейрон согласно удалению, в плане удаления по сетке от нейрон победителя. То есть если у вас была какая-то такая сетка, и вот этот нейрон победил, то он получит вес 1. Вот это находится на расстоянии 1 от этого нейрона. Он получит вес, скажем, если мы используем галстовское ядро, там е в степени минус 1 делить на 2 сигма в квадрате. Соответственно, это меньше единицы. Там чем дальше мы будем удаляться, тем меньше будет вес. И дальше мы сдвигаем по вот такой формуле. То есть это взвешенное среднее между предыдущей позицией и позицией, в которой находятся данные. Смотрите, если вот эта штука равна единице, то вот эта штука равна нулю, и новая позиция нейрона будет соответствовать спросу иксу. То есть у вас спрос нейрона перепрыгнет в новую точку. А дальше зависит от того, насколько нейрон активирован и какой мы выбрали темп обучения, нейрон будет сдвигаться в направлении икса, но не доходя до него. Это позволяет добиться довольно-таки большого количества интересностей. И первый из них — это то, как устроено обучение. В первый этап, в первые несколько итераций, условно тысячи итераций, у вас сеть сама сортируется. Изначально мы данные активируем каким-то случайным образом, и поэтому она может быть запутана. Например, могут происходить вот такие штуки. Но при этом давление устроено таким образом, что за какое-то количество итераций все эти штуки, скорее всего, уйдут, и сетка распутается. За счет чего это происходит? Представьте, что у нас есть такая запутанность, и вот есть точка данных. Вот нейрон-победитель. Эти две точки, соответственно, находятся на удалении 1, вот эта точка находится на удалении 2. И, соответственно, вот эта точка сдвинется гораздо сильнее к точке данных, и эта, чем точка, которая находится на удалении 2. И как раз это по факту распутает такую ситуацию. Понятна примерная идея? Это как раз видно на видео. Вот у вас запутанная сетка, и за первой итерацией она как раз распутывается. Видите? Вот. Это происходит на первых итерациях, а на последних уже сеть подстраивается под данные. Ну, есть какие-то практические советы, как выбирать темп обучения, что в начале, пока сеть распутывается, надо выбирать высокий темп обучения. При втором этапе, когда уже все сходится, надо темп обучения понизить и постепенно понижать. Ну, в общем, это все такие практические советы, которые, скорее всего, вам не понадобятся. Ну, давайте посмотрим, как это можно использовать для визуализации данных. Да? А как это связано с тем, что, например, на самом деле, ну, вот у меня что-то не должно рваться, то есть не должно быть слишком большие расстояния? Да, 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 да. У вас близкие нейроны будут тоже активированы и как бы будут двигаться в одну сторону, если вот эта сетка не будет рваться. Так, способ визуализации карты Коханина, который довольно-таки часто используется, называется U-Matrix. Как она устроена? Вот у нас есть сетка с шестью соседями, каждый нейрон, и мы раскрашиваем каждый нейрон таким образом, что мы хотим писать, насколько в среднем мы далеки до соседей. Сейчас, значит, смотрите. Это, наверное, больше всего на примере. Вот здесь есть какая-то такая синяя область. Здесь до ближайшего соседа в сетке довольно-таки близко. То есть сетка здесь довольно-таки плотно упакована в эту часть пространства. В этой части пространства сетка разрежена. Это говорит о том, что в каком-то плане у вас вот здесь вот много данных, а вот здесь мало данных. Например, если вы строите систему информационного поиска и хотите посмотреть, какие части данных, какие части интернета у вас недостаточно покрыты, вот эти. Возможно, стоит их там посимплировать побольше. Короче, при помощи U-Matrix вы можете найти области разрежности ваших данных. И в каком-то плане даже кластера. Смотрите у вас. Вот здесь вот близко находятся данные, вот здесь близко находятся данные. А здесь какие-то довольно-таки большие пространства между ними. То есть, возможно, вот здесь вот есть два кластера. Ну, например, если вы возьмете другую выборку, где у вас есть пространство, которое вы кластеризовали при помощи K-means, например, вы можете, опять же, на карту Кохни разукрасить части данных в цвета соответствующие кластера. Вы получите какую-то такую картинку. Ну и, наконец, давайте попробуем применить это к реальной задаче, где ребята посчитали 39 различных показателей бедности для разных стран и нарисовали такую картинку. Соответственно, это карта Кохни, она обычно на этих 39 признаках. И здесь видны кластера, соответствующие разным там факторам бедности, которые возникают в разных странах. Например, здесь есть Япония, Бельгия, Швеция, Италия, вот здесь. Вот. И в итоге вы видите как бы разные группы, соответствующие разным странам. Но здесь, наверное, карта Кохни не самый лучший способ визуализации. Возможно, можно еще обычную карту использовать. Здесь, например, видно, что довольно-таки нормально все в Америке, все не очень хорошо в Африке, но Россия не принимала участия в этом исследовании. То есть, смотрите, у вас есть два представления, вот такое и такое. Мы можем совершенно разно сделать выводы по ним. Здесь мы можем смотреть на географическую близость признаков, то, как на одном континенте распределены факторы бедности. Здесь мы можем смотреть, как страны между собой относятся. То есть здесь страны, у которых похожие показатели бедности отображаются в близком. И вы можете там их кластеризовать, например. Окей? В общем, примерно так устроены карты Кохни. Есть ли какие-нибудь вопросы? Говорится, ну, я так понимаю, что карта Кохни – это метод кластеризации у нейронной сети, правильно? Ну, вообще, по сути, можно назвать карту Кохни на нейронной сети? Можно. То есть, в каком-то плане, вот, когда вы рисуете карту Кохни на, у вас каждый узел – это нейрон. Они могут активироваться или не активироваться. Там при обучении активируют те, которые находятся близко к текущей точке. Они могут обучаться. У них есть свои веса. А веса – это как раз их представление в пространстве данных. Еще вопрос. Насколько я знаю, нейронизм может служить слоем другой нейронной сети, правильно? А это применяется отдельно или это можно поменять? Это отдельно, это совсем отдельно. Ну, возможно, можно придумать, как это можно использовать. Да, я думаю, можно придумать, как это можно использовать как слой, но я не слышу, чтобы кто-нибудь это использовал. Ну, у вас третий вопрос. Я думаю, сколько, наверное, существует очень много методов, но полегче тластеризации. Зачем тогда лето? Есть, там, DBSK, есть тот же хамбинс и так далее. Они быстрее работают, там, можно хамбинс плюс-плюс сделать и все. Ну, а как вы в итоге будете визуализировать кейминс? Ну, вот да. Вот вы можете запустить кейминс, сделать карту Коханиную, и вот вам визуализация. Так, контрольный вопрос. Вот мы сейчас рассмотрели довольно-таки много методов, и для каких из них мы можем вычитать представление для новых точек? То есть, значит, вам пришла новая точка, вам надо сжать из исходного проста в новое. Оказывается, что не для всех методов, которые мы смотрели, мы можем так сделать. В автоэнкодере можно. В картах Коханина тоже можно на ближайшее найти, например, ближайший нейрон. Так, что мы еще раз смотрели? В PCA можем? Всегда можем. Ну, у вас есть как бы базис, вы можете просто перейти в это пространство. Это довольно-таки просто. Так, а изомап? Давайте я открою слайд изомапом. Сейчас вопрос всегда. Мы можем однозначно отобразить из пространства X и пространства IP? Нет, однозначно мы почти никогда не можем, потому что разная размерность. Вопрос в том, можем ли мы для новой точки вычислить его координаты в новой размерности. Оказывается, что для многомерного шкалирования изомапа это не так тривиально. Потому что мы решали такую задачу оптимизации, у нас нет никакого метода для отображения новой точки в новое пространство. Ну, тут можно свои кострели придумать, например, можно решить задачу оптимизации только для новой точки. Для того, чтобы найти ее представление. Ну, по-хорошему надо пересчитывать координаты всех. Это довольно-таки дорого. Первый раз совсем не было Zeus и Oscarif. Двинься из моих отражений. Убегает науку. Продолжение следует...